здравствуйте дорогие друзья мы снова продолжаем наш видео обзор различных стоматологических случаев я к вам еще раз обращаюсь прошу вас если у вас есть вопросы пожалуйста пишите их в комментариях пишите их нам на почту мы очень благодарны вам за тот фидбэк за ваши вопросы за ваши пожелания потому что они позволяют нам более четко работать и более четко формулировать перед собой задач сейчас я хочу вернуться к нашим предыдущей теме теме полного съемного протезирования и в рамках это этих видеороликов и следующих постараться раскрыть эту достаточно глубокую тему которая в общем-то является одной наверное самых сложных как я уже говорил методик для протезирования пациентов это еще раз связано не только с техническим исполнением но как раз вот этому базовым принципам мы посвятили видео записи которые вы сейчас слушаете и я надеюсь они еще раз вам будут серьезным подспорьем и помощью вашей работе давайте немножечко вспомним то о чем мы с вами говорили на в прошлом видео она достаточно может быть было скучно я конечно извиняюсь потому что она была посвящена таким вопросом как атрофия и конечно вот эти моменты и вопросы связанные с общими подходами они часто утомляют врачи и стоматологов потому что хочется сразу перейти к практическим занятиям практическому применению тех знаний которые вы получили однако это является очень важным аспектом потому что она позволяет вот это базовое знание позволяет нам понять как дальнейшем будут произведена расстановка зубов на том же полном съемном протезе почему у нас будут сложности с регистрацией прикуса и как нам дальше действовать дело в том что посмотрите почему я сейчас хочу вернуться к вопросу атрофии потому что дальше мы будем говорить о стабильности протезов один из самых актуальных вопросов это стабильность нижних полных съемных протезов да и верхних в том числе и атрофический процесс здесь играет очень существенную роль но кроме самой стабильности да мы с вами будем еще раз говорить о постановке потому что обратить внимание при атрофический процесс идет каким образом на верхней челюсти еще раз это вестибулярная поверхность уходит на нижней с язычной стороны и наряду с классическим вот этим понятием старческой прогении когда пациенты выдвигают нижнюю челюсть они пытаются скомпенсировать за падение губ мы получаем мизиализацию прикуса и вообще да так и такое ощущение что них третий класс при этом почему так важно делать трг потому что вы увидите где расположен мы щелок относительно ската бугра и вы поймете что пациент просто выдвинул челюсть такие примеры я вам покажу в дальнейшем и при протезировании конечно это будет вызывать ряд проблем зубы будут вставать в стык либо стараться вообще к обратному прикусу идти здесь конечно нам нужно с этой проблемой как-то будет бороться то есть еще раз атрофия будет влиять на таких два основополагающих аспекта нашей работы это первое положение нижней челюсти да соотношение челюстей а второе ретенция или стабильность протеза ну ладно давайте перейдем к основной части нашего морализонского так сказать балета стабильность протеза дело в том что фиксация стабильность немножечко два разных понятия иногда их путают и во время диалога с врачами либо каких-то обсуждений синонимизирует эти два термина хотя на мой взгляд здесь нужно проводить определенный водораздел почему потому что фиксация она обусловлена статическим положением протезов полости рта и вот очень часто врачи очень часто техники они уже говорят о фиксации когда они снимают слепок им его не оторвать то есть или индивидуальная ложка так присасывается что она держится а в дальнейшем когда уже протезы сданы когда пациент начинает жевать да этот протез скучит как лягушка то есть вообще невозможно пользоваться и вот здесь это один из самых распространенных вопросов с которыми я сталкиваюсь в соцсетях либо обращаются доктора либо сами пациенты то что да протез держится его не оторвать особенно верхней но во время функции он абсолютно не фиксируется даже там и применение корейки либо каких-то других фиксирующих материалов не приводит какой-то стабильность вот как раз вопрос стабильности это совсем другая песня потому что да вы иногда видите полное отсутствие гребня такое видео я есть у меня на канале на ютюбе где у пациентки практически но вот как вот эта поверхность у нее поверхность альвеолярного гребня нижней челюсти то есть но абсолютно плоская такая же выраженная атрофия на верхней челюсти и при этом пациентка да на по моим второй минуте этого видео вы можете посмотреть да пациентка кусает яблоко там его откусывает разжевывает и думает там нет ли каких-то болевых у нее ощущения не натерло ли да это примерно на второй или третий день после фиксации после сдачи прошу прощения протезы и здесь говорить именно фиксации вообще нельзя потому что если вы этот протез возьмете он фактически не будет держаться у него поверхность совершенно другая хотя конечно для его стабилизации мы приложили огромное количество усилий чтобы еще раз пациент мог даже с такой сильной атрофии очень хорошо этим протезом пользоваться вот давайте разберем основные моменты связанные со стабильностью протеза еще раз стабильность протеза обеспечивается следующими факторами это анатомические факторы это как раз то о чем мы с вами говорили так глубоко обсуждали это у нас то там форма протезного ложа сохранность этого протезного то есть альвеолярного гребня что еще количество и вязкость слюны и мускулатура которая да может как сбрасывать так и удерживать протез то есть анатомические факторы тоже они еще раз могут быть подразделены на разные элементы протетические факторы это еще раз факторы которые стабильность которым мы работ добиваемся с помощью именно понимания законов тотальной протетики да то есть очень часто доктора думают что ну полное съемное протезирование какой-то своей жизни живет а вот протезирование на имплантатах своей жизни живет а вот если все зубы стерты это своя какая-то история да но коллеги все это объединяется одним термином тотальная протетика и принципы все основные принципы которые мы применяем для ее реконструкции если такая потребность появилась они везде одинаково ну абсолютно поэтому есть лишь есть определенные нюансы в работе то есть понятно что полные съемные протезы они фиксируются на дисне они могут быть подвижны иногда их еще называют плавающие погружного типа и так далее да а скажем протезы которые установлены на имплантатах они привинчены намертво но еще раз если вы будете соблюдать и знать те протетические факторы которые нужно учесть при полном съемном протезировании будете следовать этим вопросам то вы тогда добьетесь достаточно высокой стабильности ну отчасти протяженность базиса протеза играет достаточно существенную роль и мы должны с вами понимать что вот этот площадь базиса она создает достаточную и ретенцию протеза поэтому мы должны с вами еще раз quantum satis до 3 добиваться достаточной площади и знать границы об этом мы с вами поговорим в следующем видео когда будет будем разбирать с вами границ протезов и как и точно их определить и как можно за счет чего увеличить этот самый базис пространственная конгруентность красиво очень звучит ведь я когда сочинял когда работал над этой над этой презентации люблю я термины но вот на самом деле все достаточно проще дело в том что точность прилегания самого базиса к протеза к протезному ложью играет достаточно существенную роль но в то же время мы не должны пережать эту область потому что если сделана компрессия да происходит компрессия слизистой то наоборот может приподниматься и сбрасываться протез поэтому здесь опять же quantum satis достаточное количество этого пространства некоторые зоны мы изолируем тоже в следующем видео если уложимся мы обсудим зоны подвижные слизистые как это влияет на все и как достаточно сделать пространство для изоляции острых там экзостозов каких-то участков то есть еще раз мы работаем с этой точностью прилегания в разных аспектах то есть да она нам с одной стороны нужна с другой стороны в определенных участках ее нужно изолировать что еще ну границ клапанной зоны об этом поговорим при работе со слипками потому что еще раз есть понятие внутреннего клапана а если вы не знали есть еще понятие внешнего клапана поэтому мы будем достаточно много тоже обсуждать понятия нейтральной зоны это серьезная стабилизирующая стабилизирующие такой элемент который вы можете пользоваться постановка искусственных зубов крайне важный аспект касается врачи вы простите не врачей а зубных техников но мы должны с вами да и я надеюсь что нас слушают и зубные техники всем привет кстати ребята потому что они большие молодцы я очень часто техников слышу больше и знаю от них больше знаний получаю чем от врачей и по вопросам это можно и по комментариям отследить но врач также должен понимать как и зачем расставляются зубы потому что когда вы проверяете постановку а мы с вами в дальнейшем тоже разберем этот вопрос проверка постановки 10 я вам дам рекомендации по этому вопросу куда и как смотреть они просто вы поставили в зеркало там посмотрел куда-то там зеркало вот и что-то сказал что ему вроде как все нравится не совсем так поэтому постановка протетическая постановка вот эта работа она играет архиважную роль потому что во первых это статическая стабильность при смыкании а второе в динамике то есть да протезы могут прекрасно держаться опять же фиксироваться удерживаться быть стабильными а во время динамики сбрасываться речь и жевание так далее следующее мышечное удержание охват об этом тоже поговорим это тоже является как ни странно не только анатомическим фактором но еще и протетическим потому что есть понятие дизайна внешнего вида вот этого альвеолярного гребня и он формируется не просто так очень много сейчас уделяется внимание эстетическому моделированию десны очень красиво сейчас ребята техники работают открашивают вообще не отличить просто даже красивее чем у живых пациентов делать но есть еще и принципы формирования в соответствии это называется каумнодуль сиви специально да соответствии с мимической мускулатурой который стабилизирует протезы очень тоже важный момент ну и физические факторы это адгезия и атмосферное давление ну клапан для чего создается для того чтобы мы могли как раз вот это присасывание да создать эффект присасывания поэтому мы говорим об атмосферном неком давлении разницы точнее этого давления а адгезия посредством слюны дело в том что чем более вязкой у пациента слюна тем более больше эффект фиксации будет у вашего протеза поэтому такие моменты как серотомия сухость в полости рта недостаточное количество слюны может приводить к сожалению и к нарушению и фиксации протезов и в общем то вы понимаете что коррега либо какой-то еще раз другой материал для фиксации протезов да это не клей то есть это не суперклей не момент приклеили где с ней оно там держится нет это как раз увеличение физических факторов то есть видите я вам перечислил три основных момента связанных с вопросами до стабилизации протезов и каждый из них представьте как ну неуравновешиваемые на как определенные сосуды да то есть если нет атрофии то есть все очень сильного атрофия да то мы можем усиливать нашу стабильность за счет там протетических факторов да если хорошо выражен гребень да мы спокойно у нас хороший фактор анатомический но мы не должны пренебрегать другими и понимая те или иные моменты связанные со стабильностью протезов мы также будем понимать где мы можем и усилить вот эту стабильность добиться ее и например если к вам обращается пациенту которого не держится мне один не второй не третий протез сделаны до вас вы будете понимать почему и где вы можете все-таки эту стабильность усилить потому что конечно сложных случаях бывает крайне тяжело добиться хорошей стабильности эффективности протезировать но об этом мы с вами поговорим уже в следующий раз немножечко попозже а сейчас я с вами прощаюсь также я жду ваших вопросов комментариев ставьте лайки подписывайтесь на наш канал и будем дальше с вами обсуждать самые интересные темы пока пока